Добрый день, друзья! Сегодня запекаем свиной ошейек и подчеревок. Мясо и подчеревок предварительно замариновали. Натираем солью, перцем и мелко рубленным чесноком. Ставим в морозильник. Нет, не в морозильник, в холодильник ставим на сутки. И затем уже подготовленное мясо будем запекать. Берем кусок этого мяса маринованного. На такую постельку из лаврового листа укладываем наш кусочек мяса. Фольгой я заматываю так, чтобы жидкость, которая будет вытекать, она не вытекала, оставалась там. Делаем такую вот паровую баню ему. Показываю вам все бортики, все бортики спрятаны. Жидкость не должна вытекать. Точно так же заматываю фольгу и подчеревок. Подчеревок тоже мариновала, натирала солью, чесноком и перцем. Подготовленное мясо я укладываю, и мясо, и подчеревок укладываю на противень. А духовка предварительно уже разогрета до 180 градусов. Запекать будем подчеревочек. Точно так же уложила его ложу без лаврового листа. Просто промаринованный подчеревок. Заматываю фольгу. За счет вот этого получается такая паровая баня. И устанавливаем в духовку. На 180 градусов мы будем пропекать 2 часа, и потом полчаса еще открыв его. Прошло 2 часа, открываю. Пробую ножико мягкое, хорошее. Можно еще в открытом виде полчаса подержать. При температуре уже не 180, а 160. Чуть-чуть ниже делаю температуру. Точно так же, чтобы жидкость не вытекала, делаю бортики из фольги. Открываю мясо и открываю подчеревок. И далее будем запекать полчаса. Вот таким образом я готовлю мясо и сало. И мне очень нравится, и всем моим родным. Очень вкусно. За счет того, что оно маринуется у нас сутки, мясо получается точно так же, как и подчеревок, более плотное. Прекрасно выпекается. Попробуйте, друзья, очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал.